А в Японии явные демографические проблемы. Японцы не хотят жениться, не хотят рожать детей, да и действия, предшествующие к этому, совершают крайне неохотно. В стране восходящего солнца провели масштабное исследование и очень удивились результатом. Итак, оказалось, что многие японцы, как говорится, берегут честь с молоду и лет так до 35. 40% мужчин от 18 до как раз 35 – девственники. Среди женщин этот показатель и того выше – 44%. То есть почти половина взрослого населения Японии попросту не занимается сексом. Причем за последние пять лет таких японцев становилось все больше и больше. А жениться в Японии вообще не хотят. 70% мужчин до 34 – свободные, 60% женщин, соответственно, не замужем. Ну и рождаемость от этого тоже снижается. Это уже заметно в глобальном смысле. За те же пять лет население Японии сократилось почти на один миллион. Если так пойдет и дальше, через 10 лет японцев будет всего-то 83 миллиона вместо нынешних – 126. Так почему японцы не стремятся в семью и в отношения вообще? Спросим сейчас у психотерапевта, сексолога Артема Толоконина. Он присоединяется к нашему эфиру. Артем, доброе утро. Доброе утро. Так почему японцы боятся брака, секса и всего остального? Что с ними не так? Расскажите. Ну, понимаете, мне сложно судить о японцах, потому что это совершенно другая культура. Я, честно говоря, сам лично в Японии не был, потому что там, чтобы визу получить, не так-то все просто. И, собственно, ментальность японская, она очень своеобразная. И вообще, честно говоря, как сексолог, я могу сказать, что любые исследования сексологические, они не всегда на 100% объективны, потому что тема секса, она очень интимная. И, ну, понимаете, только очень полномасштабные исследования могут с объективной картины сказать, что дело вот именно так обстоит. Ну, давайте предположим, что это исследование, оно объективно, да. Хотя, опять же говорю, интимно, люди свойственны, когда их обследуешь, выставлять совершенно другую некоторую картину, которая кому-то может быть выгодна из-за каких-то причин. И если вы исходите из того, что у них такой большой процент девственников, то, конечно, в позднем возрасте, все-таки в 35 лет, это достаточно уже, ну, не пожилой возраст, а слишком зрелый для того, чтобы только-только начать, так сказать, сексуальную жизнь, и, естественно, взрослую. И если уж обратиться к тому, как человек вообще развивается, то с 18 до 25 лет у любого мужчины есть так называемая стадия мужской гиперсексуальности, которая, конечно же, к гипотцам тоже относится. И если она не пройдена, то человек становится более инфантильным. То есть, по сути дела, в 35 лет мы имеем человека закомплексованного, человека, который не способен создать зрелые доверительные отношения, и, собственно, такая позиция по отношению к сексу будет выражаться в том, что сами по себе семейные отношения, если человек в них и вступит, будут, ну, будут, так сказать, такие детские совершенно. Ой, Артем, вы сейчас меня прямо успокоили. Я вот уложился с 18 до 25, хотя меня вот в ушко смешат, выпускающий редактор, с режиссером. Говорят, что 28, но стадия активности у меня еще не прошла. Ну, вот хорошо, с Японией все понятно. Нам в России не грозит этот недуг, эта проблема? У нас все в порядке с желанием заводить семью, с желанием заниматься сексом и так далее? Вы знаете, скажем так, несмотря на то, что сейчас интернет очень широко раскрыл информацию о сексе, и любой желающий может найти в интернете все, что угодно, количество сексуальных чисто проблем не стало меньше. Я бы сказал, даже стало больше. Потому что люди, так сказать, вроде бы понимают технологию, но культурологически не заложено качественно семейное взаимоотношение и сексуальное. Ну, скажем так, не в 100% случаев, но в достаточно весомом. Современный тренд того, что женщины обрели ту же силу и возможность, как и наравне с мужчинами, и пытаются с ними соревноваться. Начинают делать успешную карьеру, бизнес, и иногда это очень часто в ущерб их личной жизни. И пытаясь доказать кому-то или самой себе, что она чего-то стоит, люди тратят очень много времени и очень много сил. И в результате к 40 годам приходят пользу. Артем, большое вам спасибо. К сожалению, ограничены во времени. С удовольствием бы продолжил эту дискуссию, но, видимо, уже в следующий раз. На связи был Артем Толоконин, психотерапевт, сексолог. Мы говорили о семье, в институте семьи, о том, почему в Японии люди перестали заниматься сексом, и не грозит ли это нашей стране. Продолжение следует...